Сколько грехов мы совершаем ежедневно, даже не замечая их? Один, три, может десять, может тридцать? Печально то, что многие люди в наше время совершают грехи, даже не замечая их. У каждого человека есть грехи, но всё равно мы должны постараться как можно меньше грешить и даже отказаться от них. Некоторые грехи человек совершает по причине отсутствия необходимых знаний, а некоторые из них мы совершаем просто по привычке. Итак, какие именно грехи человек склонен совершать ежедневно и не замечать их? К слову говоря, дорогие братья и сёстры, ставя лайки, оставляя комментарии, досматривая видео до конца и подписываясь, дабы не пропустить новые видео, на этом и других исламских каналах, распространяющих истину и призывающих к исламу, вы становитесь участником призыва и распространения ислама и получаете за это награду от Аллаха, к чему мы и призываем вас. Итак, в первую очередь, это грехи, совершаемые нашим языком. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, также говорил, «Поистине, раб Аллаха может произнести слова, угодные Аллаху Всевышнему, которым сам он не придаст никакого значения, но за которые Аллах возвысит его степенями. И поистине, раб Аллаха может произнести такие слова, которые вызовут гнев Аллаха Всевышнего, но которым он сам не придаст никакого значения, и по причине которых он будет вернут в ад». Сообщается, что Ибн Масхуд, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Большинство грехов сына Адама совершается им посредством своего языка. Некоторые из нас делают добрые дела, соблюдают пост, молятся желательные намазы ночью, и остерегаются даже незначительных, нежелательных вещей. Но они с легкостью избавляют от всех наград за эти благодеяния, не придавая должное значение грехам языка». Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Поистине, человек может сказать всего одно слово, не видя в нем ничего плохого, из-за которого он будет в течение семидесяти осеней падать в огне». Имам Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал, «Шарх сахих муслим». Смысл этого в том, что он произнес их, не поразмыслив и не подумав об их отвратительности и не побоявшись последствий от этого. Все это побуждает беречь язык. Как сказал пророк, да благословитого Аллаха приветствует, «Тот, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое или молчит». И тому, кто хочет что-то сказать или повести речь, следует подумать о пользе своих слов, прежде чем начать говорить. Если будет видна польза от этого, пусть говорит, «А если ее нет, то лучше промолчать». Во-вторых, это пропускание намаза без уважительных причин и небрежное отношение к нему. Поистине пропускание намаза без уважительных причин – это один из самых больших грехов. Часто люди в наше время пропускают намаз из-за учебы или прочих дел, что является одним из самых больших грехов, которые мы можем совершить. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Знайте, что самым лучшим из ваших деяний является молитва». Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, сказал, «Воистину намаз предписан верующим в определенное время». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Для того, кто будет бережлив к своей молитве, она станет светом, ясным доказательством и спасением в день воскрешения. А для того, кто не будет к ней бережлив, не будет ни света, ни ясного доказательства, ни спасения». И в день воскрешения он окажется вместе с Кааруном, Фараоном, Хаманом и Убайем и Бенхалёфом. Часто люди в наше время, идя на работу или на учебу, начинают небрежно относиться к намазу, пропуская его, говоря, что нет места для намаза и прочего. Но это не так. Вся земля является чистой для совершения намаза. И намаз можно совершать на улице или даже в здании. Главное, чтобы рядом с местом совершения намаза не было нечистот. Сообщается, что Абузар сказал, «Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Вся земля сделана для меня чистой и местом поклонения». В-третьих, это зависть. Передаются слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговлю друг друга и будьте братьями. О рабы Аллаха! Ведь мусульманин мусульманину брат. И поэтому не должен никто из мусульман не притеснять другого, не относиться к нему с презрением, не оставлять его без помощи. Богобоязненность же скрыта здесь, и он трижды указал рукой себе на грудь. А для того, чтобы причинить вред себе же, достаточно человеку проявить презрение по отношению к своему брату в исламе. И для каждого мусульманина неприкосновенными должны быть жизнь, имущество и честь другого мусульманина. Имам Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал, «Надж — звинчивание цены». Звинчивать цену значит поднимать ее на товар, предлагаемый на рынке или в другом подобном месте, когда на самом деле человек не желает покупать его, стремясь только к тому, чтобы обмануть другого, что является запретным. Татабур — отглагольное имя от Татабара — поворачивается друг к другу спиной. Имеется в виду такой случай, когда человек, когда один человек, отворачивается от другого и покидает его, в результате чего тот как бы остается у него за спиной. В-четвертых, это обиды. У многих людей есть обиды на своих близких. Многие держат в себе эту обиду долго. Некоторые быстро забывают о ней, а некоторые копят эти обиды годами. Однако исламу не нравится, что люди обижаются друг на друга более трех дней. В течение трех дней обидчики должны простить друг друга. Чем быстрее они помирятся, тем больше награды они получат. А тот, кто первым прощает обиду, самый лучший из них. Передаются слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да был советовал Аллах, приветствует, сказал «Не порывайте отношения друг с другом, не поворачивайтесь спиной к друг другу, откажитесь от взаимной ненависти, не завидуйте друг другу и будьте братьями». О рабы Аллаха! Не разрешается мусульманину покидать брата своего, поверья, на срок, превышающий три дня. В другом же хадисе передаются слов Абу Айуба, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да был советовал Аллах, приветствует, сказал «Не разрешается мусульманину покидать брата своего на срок, превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым приветствует другого». Передаются слова Бухурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да был советовал Аллах и приветствует, сказал «Дела людей представляются каждый четверг и понедельник, и Аллах прощает грехи каждому человеку, ничему не поклонявшемуся на ряду с Аллахом, за исключением такого человека, которого ненависть разделяла с его братом». И тогда он говорит «Подождите с этими двумя, пока они не помирятся друг с другом». «Подождите с этими двумя,